Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду, в день празднования положения честного пояса Божией Матери, за богослужением мы слышим богородичное евангельское зачало от Луки и два рядовых чтений от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно призва Иисус об Анадесите, и начат их посылати два-два, и даяша им власть над духи нечистыми. И заповеда им, да нечесоже возмут на путь, токма жезл един, ни пиры, ни хлеба, ни при поясе меди. Но обувени в сандалии, и не облачитеся в две ризе. И глаголыше им, и деже ащи внидите в дом, ту прибываете, донде же изыдите оттуду. И лица ащи не приимут вы, ниже послушают вас, исходящее оттуду, отрясите прах, иже под ногами вашими во свидетельство им. Аминь, глаголю вам, отраднее будет Содомом и Гоморром в день судный, неже граду тому. И исшедши проповедуху, да покаются. И бесы многие изгоняху, и мазаху маслом ноги недужные, и исцелеваху. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, призвав Иисус двенадцать, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. А если кто не примет вас и не будут слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморе в день суда, неже тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников. Зная, что от апостолов будут требовать знамений, «Как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им власть одни чистыми духами и заповедовал Господь ученикам ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Блаженный Феофилакт пишет, «Заповедует им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности, и чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют». Таким образом, Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы о одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые, трудясь, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд. И, конечно, Бог не допустит, чтобы Его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе ради вверенного им служения, были лишены необходимого для жизни. «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места». Так наставляет Господь своих учеников, дабы они, останавливаясь в каком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными и очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отресите прах от ног ваших, во свидетельство на них». Ученикам же верено было вести себя так, как вел бы себя раввин по возвращении из языческой страны. Борис Ильич Гладков поясняет, «Евреи боялись оскверниться от общения с язычниками и думали, что нечиста даже земля, по которой язычники ходят. Поэтому они считали необходимым отрисать прах языческой земли от ног своих, чтобы очиститься от осквернения. А Иисус Христос, посылая апостолов только к евреям и давая им совет поступать с непринявшими их евреями так, как евреи обыкновенно поступают только с язычниками, тем самым высказался, что такие евреи хуже язычников, что отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу». Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божием, а остальное представлялось свободному выбору тех, кто услышал благовестие. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов и еще при своей земной жизни отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проповедовали покаяние. Апостолы пока проповедовали только покаяние, как условия для вступления в Царство Божие, а о самом Царстве Божием еще не возвещали. Епископ Михаил Лузин замечает, «Вступив в открытое служение человечеству, Господь Сам начал свою проповедь о покаянии, и апостолы Его начали с того же, так как покаяние должно было предшествовать или начинать вступление в Царство Мессии, и потому требовалось слово о нем прежде всякого другого слова». То, что Христос сообщил свою силу, посланную в Его имя, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он Мессия, Он не только Сам совершал чудеса, но и наделил других властью совершать их, а потому апостолы изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Александр Павлович Лопухин указывает, «Употребляя масло, апостолы, так сказать, располагали больных к вере в то, что они могут им помочь, а потом уже совершали исцеление. Конечно, тогда, когда на это была воля промысла. Этот обычай и впоследствии существовал в Церкви, и отсюда же идет употребление елея при таинстве елеоосвящения, помазания». Нам же с вами, дорогие братья и сестры, следует помнить, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровения, переданные апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие, являя своей жизнью пример твердой веры и делясь с ближними радостью благовестия. Помогай нам в этом Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok